Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры! Сегодня 11 марта, третье воскресенье Великого Поста, или как по-славянски воскресенье именуется неделя, третья неделя Великого Поста, которая именуется у нас крестопоклонной неделей. И в этот день для поклонения верующим на середину всех храмов выносится крест Господень, для того, чтобы, взирая на это крестное знамение, на крест, мы, укрепляясь, воодушевляясь, прошли оставшиеся седмицы, оставшиеся недели Великого Поста. И вот крестопоклонная неделя говорит о том, что половина поста уже позади, половина вот этого духовного времени уже прошло, и впереди у нас остается еще три недели, скажем так, до страстной, седмицы до страстной недели. И вот страстная неделя, то есть неделя перед Пасхой, она как бы выделяется из Великопостного периода по своей строгости, по своей значимости. Потому что если вот время Великого Поста — это время, когда мы стараемся поработать над своей душой, побороть себе какие-то страсти, грехи, то страстная седмица — это время, когда мы уже идем по следам Господа, когда мы уже свой ум переносим к тем страданиям, которые Господь претерпел за нас и ради нас, ради того, чтобы мы имели жизнь вечную, принял на себя вот эти добровольные муки и страдания. И поэтому вынос креста на середину храма и само название этой недели, крестопоклонное, говорит нам, что вот именно до страстной седмицы осталась еще половина, до того времени, когда мы будем, скажем так, вместе с Господом нести крест на Голгофу. И вот в это воскресенье нам предлагается такое кратенькое Евангелие от Марка, это 8 глава, 34-38 стихи. «Сказал Господь, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами и сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот в этом Евангелии Господь нам напоминает и о нашем кресте, о том жизненном кресте с нашими скорбями, с нашими трудностями, с нашими болезнями, которые у каждого человека в жизни присутствуют. И Господь говорит, что нужно взять этот крест и следовать за ним. А как следовать за ним? Он сам дал пример, неся свой крест, молясь за обидчиков, которые его предали на злую смерть, которые перед этим его оплевали, унизили, избили. И вот Господь несет этот крест добровольно. Он не робчет, он не проклинает тех людей, которые предали его этой злой смерти, а он, наоборот, за них молится Небесному Отцу. «Прости им, Отче, ибо они не ведают, что творят». И вот на самом деле Господь — это яркий такой пример, как и мы должны нести свой крест. Иногда мы начинаем роптать, иногда мы начинаем кого-то винить, иногда нас многие люди раздражают, иногда мы начинаем быть недовольными кем-то или какими-то событиями. И это в этом Евангелии есть ответ на наши вопросы. Если хочешь идти за Христом, то отвергни себя, нужно побороть в себе свое эгоистическое «я». И очень часто мы знаем, как возникают конфликты в семье между мужем и женой, между родителями и детьми, между близкими, людьми и родственниками, иногда братьями и сестрами, коллегами по работе. Иногда мы видим какую-то прямую ненависть среди родных людей, потому что каждый хочет доказать свою правоту и некому смириться. А Евангелие и Христос, который идет на крест, на Голгофу, он говорит совсем о другом. Он говорит, что мы должны смириться и уступить. Иногда для многих наших современных людей смирение – это что-то непонятное. Почему я должен ему уступить? Почему я должен перед ним смириться? Почему я должен унижаться, просив прощения, если виноват он, а не я? Но на самом деле очень важно, особенно в семейных взаимоотношениях, в семье мы должны уступить. Уступить даже, казалось бы, если и наша правда, если даже правда на нашей стороне. Но очень важно, чтобы кто-то был умнее, чтобы кто-то мог уступить, смириться и простить. И вот на самом деле, если мы постараемся посмотреть на нашу жизнь через эту призму креста, то нам гораздо станет легче нести свой крест. Когда мы не будем роптать на кого-то, когда мы не будем в каких-то трудностях или жизненных обстоятельствах трудных обвинять того или другого человека, вот тогда нам на самом деле станет гораздо легче. И вот крест, когда мы несем те болезни, которые нам попускаются с терпением, безропотно, без уныния, этот крест помогает нам нести Господь. И, казалось бы, почему нам Бог посылает скорби, почему посылает болезни в нашей жизни? Иногда мы говорим сами себя, спрашиваем, ведь я же не какой-то такой особый грешник, какой-то я негодяй в жизни. Почему меня Господь именно наказывает какими-то трудностями, смертью близких людей? А мы не понимаем иногда, почему Господь так поступает, почему Он попускает те или иные обстоятельства, трудные в нашей жизни. А многие святые дают ответ на этот вопрос, что скорбями душа человека, она становится крепкой, она закаляется, она становится более выносливой. И на самом деле, когда с нами случаются какие-то трудности в жизни, мы обращаемся к Богу. Иногда, может быть, Господь таким образом пытается нас к себе повернуть и немножко развернуть нас от того пути, который мы совершаем, идя, наслаждаясь, иногда забывая о Боге, иногда увлекаясь какими-то грехами и страстями. И вот действительно, неся свой крест безропотно, без уныния, без отчаяния, не виня кого-то, мы его будем нести достойно и с Господом. И вот на Голгофе Господь это показал, Он показал свою величайшую любовь к нам. Он сказал, что я с вами во все дни до скончания века. И вот дальше Он говорит, что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. В этих словах Господь говорит, что мы должны ориентироваться в своей жизни евангельским учением, евангельскими заповедями, которыми необходимо пользоваться всегда в нашей жизни. И когда у нас есть какой-то вопрос, мы должны сказать, Господи, как? Помоги мне поступить так, чтобы это было согласно воле Твоей. И в молитве, «Очи наш», мы тоже просим, «Да будет воля Твоя», а не моя. Иногда мы не доверяем Богу, иногда мы не даем Богу в своей жизни подействовать, мы очень часто берем на себя многое, а очень часто нужно задавать себе вопрос, «А со Христом ли я? А как бы поступил Христос? А как в Евангелии говорится?» И голос совести, и Господь нам подскажет, как нам поступить в той или иной какой-то жизненной, в той или иной жизненной ситуации или в жизненных обстоятельствах. И вот, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. То есть в этом отрывке говорится, что мы должны потерять свою душу в каком-то смысле ради временных каких-то удовольствий в нашей жизни. Потому что и время Великого Поста, и время нашей жизни, это то время, когда мы должны поработать над своей душой, постараться вбороть себе какие-то страсти, какие-то грехи, которые отдаляют нас от Бога. И вот дальше говорится в Евангелии, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Или какой выкуп даст человек за душу свою? То есть в этих словах нам говорится, что нужно думать о своей душе, не забывать о ней, что душа человека, она бесценна, душа человека, она бессмертна, что именно здесь мы в этой жизни не должны, в земной жизни, повредить своей душе войти в вечность, к Богу. То есть постараться искоренить в своей душе те или иные страсти, те или иные привычки. И вот на самом деле крест, который мы несем с вами, с нашими различными трудностями, какими-то жизненными переживаниями, с какими-то жизненными такими ситуациями сложившимися, его нужно нести и обращаться к Господу, обращаться в молитве, потому что без Бога этот крест на самом деле будет тяжелый. Нам иногда кажется, что наш крест очень тяжелый, что у нас очень много трудностей, больше, чем у других людей, но на самом деле Бог дает нам именно тот крест, который мы с вами в силе понести, который мы с вами в силе, скажем так, пронести по нашей жизни. И очень важно еще об одном в этот, наверное, день вспомнить о том, что Господь говорит, что друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов. Нужно стараться помогать друг другу нести жизненные кресты, особенно в семье. А как мы это можем делать? А, конечно, где-то уступая друг другу, где-то прощая друг друга, понимая друг другу, снисходить друг другу, вот стараться действительно помогать друг другу и не роптать на Господа за то, что с нами происходит в жизни, а стараться нести свой жизненный крест безбоязненно. И дальше Господь говорит о том, что кто постыдится меняемые слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и постыдится Сын человеческий, когда придет славе Отца Своего со святыми ангелами небесными. То есть мы не должны стыдиться своей веры, не должны стыдиться своего хождения в храм, того, что мы соблюдаем, пост, не должны этого стыдиться, потому что и Господь нас постыдится. И дальше сказал, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И вот этими евангельскими словами, словами евангелиста Марка заканчивается сегодняшняя Евангелие. Хотя и здесь мы, когда мы молимся, когда мы посещаем, и во время храмовых богослужений, и дома, мы уже здесь соприкасаемся с этим Царствием Божиим, когда мы получаем Божественную благодать через Таинство, исповеди, причастие, через молитву, через творение добрых дел. И поэтому Господь говорит, что все-таки особое вознаграждение, особая радость ждет человека в иной, в будущей жизни, потому что, как говорится, тоже в другом месте Священного Писания, что не видел того глаз, не приходило то на ум человеку, что приготовил Бог любящим его. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, постараемся пройти это оставшееся время Великого Поста с пользой для своей души, неся и свой крест, и помогая нести крест другим. И, конечно, перед праздником Светлой Христовой Пасхи постараться подготовиться, очистить свою душу от каких-то грехов, страстей, всего ненужного и приблизить к себе Божию благодать. Редактор субтитров